Друзья, я приветствую вас на канале о сложном простое. Меня зовут Сергей. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, это уже сорок седьмой раз, когда я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте посмотрим, какие на сегодня вы прислали. Их на самом деле сегодня немного и есть некоторые даже очень интересные. Итак, давайте переключаться на первый слайд. А перед тем как переключиться, я прошу вас подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и в общем, дальше вы сами знаете. Итак, первый вопрос, почему в последнем видео вы удалили контроллер? МВС прекрасная идея, реализация отличная. На самом деле, друзья, тут все сводится к тому, что так или иначе все меняется, все появляется, живет и умирает, как бы это странно мне казалось. И тем не менее, я помню те времена, когда к нам приезжали так сказать, евангелисты Майкрософта и рассказывали, что ASP.NET это супер-супер-супер-супер программа, супер-супер платформа, которая может делать все, что вы захотите и даже больше. И в конце одной из презентаций был такой маленький пример. Давайте я вам покажу, как нам сказал тогда Михаил. Фамилия неважная, я даже, наверное, не помню. Он нам показал МВС. И на конференции от Майкрософта разработчиков нам сказали, что вот эта вот штука интересная мы вам покажем, нам ее показали, мы посмотрели и появились возгласы в зале, что это такое, ASP.NET хорошая штука, зачем нужны МВС. И тогда это была версия 1.0. Ну да, это было очень давно, на самом деле. Но суть вводится к тому, что когда-то МВС тоже была диковинкой. И она, на самом деле, очень хорошо себя проявила. Я достаточно часто и много ее использовал. Идея действительно прекрасная. Разделить View и, собственно, контроллер и его представление, это было супер просто. И если учесть, что в первую очередь это было придумано для того, чтобы разделить код behind от представления, от UI, и можно было писать юни-тесты и все такое. Все было круто и красиво. Но, в общем, времена поменялись. Появились более интересные продвинутые реализации. Я считаю, что WebPage это хорошая реализация, даже лучше, чем UX. Потому что она может помочь реализовать так называемый Vertical Slides Architecture. То есть вертикальные разделения по ответственности. Если бы в контроллере несколько методов или... То есть если бы в контроллере делать только один метод, это частный случай конкретно WebPage. То есть одной страницы, у которой есть один request и один response. Но если учесть, что контроллеры за собой тянут кучу инфраструктуры для того, чтобы резолвить контроллеры и там на самом деле много чего происходит, то это на самом деле накладно по ресурсам. Поэтому WebPage она проще, она быстрее, она эффективнее, чем контроллеры. И более того, возможность реализации разделения неких каких методов на вертикальный слайс, то есть на такой кусок выполняемого кода. То есть в один вертикальный так называемый кусок мы вкладываем все, что нужно для выполнения этого реквеста. Начиная от параметров и заканчивая на response, mapping, validation и так далее. В концепции контроллеров эта штука работает горизонтально. То есть вам так или иначе нужно тянуть в контроллер. Да, в последнее время появились возможности инжектить прямо в методы. Ну, тогда зачем контроллеры, если можно инжектить прямо в методы? Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Давайте переключаться на следующий слайд. Вы каждый раз говорите, что микросервисы это сложно. Но есть же простые варианты реализации. Друзья, нет простых способов реализации. Поймите, пожалуйста, простой пример, простой факт. Примите во внимание, что микросервисы это набор приложений, которые общаются между собой через сеть. Неважно, какую сеть. Локальную сеть, HTTP протокол используется, или TCP, или там, я не знаю, там, ANCUP, например, или, я не знаю, GRPC, неважно. Ну, то есть микросервисы, программы, то есть приложения, которые общаются между собой через какие-то коммуникации, коммуникации через какие-то протоколы. И это и есть проблема. Потому что, когда у вас одно большое приложение, которое по большому счету ни с кем не общается, то есть так называемый монолит, вам не нужно думать о том, что пакеты полетели и не долетели, или вы запустили несколько приложений, и они все работают с одной базой данных, и у вас один инстанс, то есть один экземпляр поменял, другой не смог поменять, или поменял, или перепоменял. В общем, нужно понимать, что вот, когда вы работаете с определенной структурой, то сеть, она очень как бы влияет на то, что вам нужно писать гораздо больше код. Поэтому микросервисы – это однозначно сложнее, и иногда даже сложнее в несколько раз, потому что современные методы разработки говорят о том, что сервисов может быть несколько, что ими нужно управлять, поднимать, опускать, оркестрировать, так сказать. И в этом тоже проблема реализации, потому что вам нужно на уровне кода предусмотреть возможность использования там нескольких экземпляров одного и того же сервиса, ну и так далее. Опять же, нужно вспоминать про всякие разные паттерны, которые так называемые cloud design, да, можно их найти на сайте Microsoft, они говорят о том, что можно, вернее, не можно, а нужно реализовать тот или иной подход, который позволит вашему сервису работать. Ну, например, там, circuit breaker, да, или, я не знаю, retry pattern. Вот эти вот реализации, когда вы отправили какую-то информацию, не получили ответ, вам нужно перепопробовать еще раз там, еще раз, еще раз, а потом перестать пробовать. И вот это вот все нужно как бы реализовывать в монолите, по большому счету такого нет. Если говорить про простые варианты реализации, ну, смотрите, наверное, тут речь идет о том, что, допустим, у вас был-был-был монолит, потом бац, вы хотите микросервис. И одномоментного перехода с монолита на микросервис быть не может в принципе, потому что вам не удастся бросить в покое монолит и начать писать микросервис, потому что микросервис это сложно, еще раз повторяю, и за один день вы их не напишете, и, следовательно, в какой-то момент времени у вас будут жить два типа приложения монолит и набор микросервисов. Так вот, синхронизация данных между этими сервисами, ну, это еще одна задача, которая предстоит. Вот, поэтому теоретически, с точки зрения, как я говорю, банальной эрудиции, нужно писать монолит правильно. То есть, если вы напишете монолит таким образом, что его потом легко будет разделить на сервисы, это, наверное, самый правильный путь. Как это сделать? Очень просто. У вас в монолите есть какие-то модули, есть какие-то, я не знаю, юниты, какие-то инфраструктурные единицы, которые общаются между собой, там, ходя, например, в базу. Ну, во-первых, двухзвенная архитектура, она канула, вылета очень давно, есть понятие трехзвенной архитектуры, когда бизнес-уровень, есть такой, который отвечает за бизнес-логику, и, в общем-то, хранилище данных, пусть это будет SQL, и UI, пусть это будет, допустим, WinForm, в конце концов. Так вот, если ваши модули внутри бизнеса вот этого процесса будут общаться через очередь сообщений, то в данном варианте разделить ваш монолит на микросервисы будет в разы проще просто вынести эти отдельные модули в отдельные программы, которые продолжат общаться между собой через очередь сообщений. Во-первых, реализация же будет строиться по другому принципу. Да, это издержки на все равно прощение к очереди, и теоретически это минимум того, что можно попробовать упростить реализацию микросервисов. Думаю, ответил на этот вопрос. Давайте дальше. Вы часто проводите собеседование, но как часто вы проходите собеседование сами? Смотрите, в какой-то момент времени у меня входило в должностные обязанности проводить собеседование, делать подбор людей, общаться, готовить вопросы, готовить задачи, проверять их и так далее, делать тестирование. То есть, вернее, делать тестовые задачи, вернее, задачи для тестирования, проверять их потом. Ну, это было какое-то время с периодами на то, что, в общем-то, ну, с одной стороны, смотрите, друзья, это как бы очень сильно дисциплинирует, да, потому что нельзя, ну, вернее, конечно, спросить вопрос, который ты не знаешь, и потом услышать какой-нибудь ответ, и это как бы себе дороже будет. Тем более, если человек набирается в команду, вот. Ну, а что говорить про то, что, ну, в общем, на самом деле, еще раз, я не часто привожу собеседование, но если провожу, то это, на самом деле, было достаточно интересно. Вот. А как часто, ну, как только работу меняю, так, собственно говоря, я провожу. Вопрос с подвоем, наверняка имеется в виду, как часто меня работают. Нет, я стараюсь работу менять пореже, потому что чем, как бы… Давайте так, психологи рекомендуют четыре, там, пять, шесть лет работать на одном месте, а потом либо менять работу, либо специализацию, либо направление, ну и так далее. Вот. Поэтому, теоретически, в нашей сфере разработчиков, вот столько направлений, всего, всякого, начиная, там, от разных микросервисных подходов, и заканчивая, там, архитектур, других вариантов использования, написания кода, то, в общем, может до бесконечности работать на одном месте. Я не стремлюсь бегать, нет у меня такого желания носиться между работодателями, ну, главное, чтобы было комфортнее, удобно. Давайте поедем дальше. Так, шаблонов с реализацией Clean Architecture очень много. Какой правильный? Друзья, это очень-очень-очень хороший вопрос, на самом деле. Я видел порядка восемнадцати, наверное, двадцати, если не больше, шаблонов, и они все, так или иначе, с какой-то, если стороны посмотреть, подходили под Clean Architecture, то есть, под чистую архитектуру. И, надо сказать честно, что Clean Architecture, то есть, архитектура, чистый код, так называемый, чистый, он чистый только с точки зрения абстракции, да, то есть, там нет четких правил, ну, вернее, эти четкие правила, как бы, четкие, да, они четкие с той стороны, что реализовать их можно по-разному. То есть, у вас, собственно говоря, есть направление движения, а как вы туда доедете? По большому счету, в общем-то, очень сложно сыграть по-правильному или по-неправильному. Ну, например, вам нужно задавать город в другой, и тут вопрос, как бы, самолет, поезд, там, через другие города или еще что-то. Вот. Я считаю, что это примерно то же самое. Тут сводится к тому, что, когда появилось в сфере разработчиков понятие, да, там, пошло в обиход или, там, стало модным, вот, Clean Architecture или все другие, там, какие-то, там, гексагональные, там, я не знаю, буговичные, в принципе, это, конечно, все одно и то же, порты и адаптеры, собственно говоря, вот. Они, так или иначе, говорили о том, что, ну, нужно, как бы, чтобы в вашем коде было все по полочкам, чтобы вы не смешивали, чтобы не было лучше кода, все вот вот отсюда уйдет. И, когда вот это вошло в моду, люди, ну, в смысле, разработчики, уже сидели на каких-то проектах. Новые проекты было начать сложно, при этом у каждого начинал как мог, как понимал, как прочитал эту книжку про чистую архитектуру. А те, кто уже сидели на готовых проектах, им трудно было взять, вот, готовый проект, который там много-много строчек или тысяч кода написано, взять и переделать на CleanArchitecture. Поэтому вот такими вот разными шажками, да, было сделано таким образом, что вот, вот здесь вот получилось, перейти, здесь нет. Ну, в общем, еще раз, какой правильный, ну, я считаю, все правильные, если они решают задачу написания хорошего кода. Если это хороший код, в общем-то, еще и работает, ну, в общем-то, вообще замечательно. Потому что лучше работающий плохо код, чем хорошо не работающий. Поэтому, смотрите, все хорошо в меру, CleanArchitecture хорошая штука. Я видел достаточно интересный шаблон, я не буду приводить в пример, потому что это будет считаться, что это правильно. нет. Вам нужно смотреть, самый правильный вариант прочитать книжку, наверное, ну, я четыре раза прочитал, да. Вот. То есть, как минимум один раз прочитать книжку, посмотреть, насколько шаблон, который вы нашли, соответствует вашему пониманию этой архитектуре. И если он удовлетворит нас, мы не считать его правильным. Вот. Давайте. О! Смотрите, все закончилось. Я думаю, что я ответил на ваши вопросы. От вас жду комментарии. Собственно, ну, да, наверное, в комментариях пишите, как вы понимаете чистую архитектуру. В общем, было бы неплохо это тоже узнать. Я вас призываю еще раз подписаться на контент, на канал Boosty Tour, мой теперь там. Есть у нас Telegram канал, есть мой блог. Пишите. В общем, будем общаться, задавайте вопросы. Будет интересно. Всего доброго и пишите правильный код.